доброго времени суток с вами данил добро я сейчас расскажу про то как пользоваться windows 10 я буду показывать как работать с файлами это видео предназначено для тех кто только начал знакомиться с операционной системой windows 10 и не работал с windows 7 и другими версиями операционных систем для того чтобы работать с файлами в windows 10 мы можем использовать мышь и курсор мыши который сейчас двигается это и есть показания того что я использую мышь для того чтобы выбрать какой-то файл надо просто навести курсор мыши и вот файл мы отмечается такой вот рамочкой и это значит что мы его выбрали зажимаем левую клавишу и мы его теперь можем перетаскивать куда захотим мы можем его перетащить в любую папку вот в эту папку документов берем и перетаскиваем он переместился в эту папку все это делается с помощью правой то есть левой клавиши мыши левой а с помощью правой клавиши мыши мы можем его зажать и узнать информацию о файле например зажав свойства тут мы уже можем разглядеть вес файла как он называется имя и дату его создания и другую полезную информацию а теперь давайте попробуем удалить этот файл для этого зажимаем правой кнопкой мыши появляется опять эта информация и выбираем пункт удалить левой клавиши мыши зажимаем и файл удалился его теперь нет он оказался у нас в корзине в корзине файлы сохраняются и вы можете если вдруг передумали выбрать файл зажать левую то есть правую клавишу и выбрать пункт восстановить все файл восстановился вот она а теперь предположим что мы чтобы открывать файл нужно два раза кликнуть по левой клавиши мыши и теперь предположим что нам нужно восстановить вот этот файл но мы не будем использовать ту комбинацию которую мы использовали до этого просто уберем зажимаем и выносим и он у нас автоматически восстанавливается если он нам не нужен ему все-таки решили удалить можем его перенести в корзину еще таким образом периодически окна лучше закрывать нажимая на крестик или используя быструю комбинацию клавиш alt f4 сейчас он предложил мне закрыть windows потому что я не нажал на окно мы пишем нажимаем отмена нажимаем на окно выбираем нажимаем эти клавиши alt f4 сейчас я покажу покажу на этой фотографии где эти клавиши располагаются так вот f4 а вот alt эти две клавиши одновременно надо зажать чтобы закрыть ту или иную вкладку что я сейчас и сделаю alt f4 также можно и это окно закрыть alt f4 лучше запомнил изучить все как быстрой комбинации клавиш основные хотя бы например ctrl v и ctrl c ctrl v для того чтобы копировать файл то есть вставить а ctrl c для того чтобы скопировать файл давайте попробуем вот этот файл скопировать с помощью команды ctrl c я вроде бы скопировал ctrl v но видимо на рабочем столе это не работает давайте перейдем в папку и проверим работает ли это там выбираем файл ctrl c и ctrl v вот он скопировался вот так вот быстро можно из папки скопировать на рабочий стол с рабочего стола скопировать таким образом не получается но вставлять ctrl v получается не знаю почему так видимо разработчики не ушли этот момент и не дописали как-то так вот этот входе это же все делают программисты программируют операционной системы просто так на ровном месте ничего не появляется а чтобы удалить файл предположим он нам не нужен и быстро и без выбирания пунктов с помощью клавиши правой мыши вот мы выбираем тут удалить а теперь можно просто перенести в корзину и все и теперь уже в корзине можно очистить корзину все файлы будут удалены либо этот файл нам еще предположим вдруг нужен мы зажимаем опять правую кнопку мыши и выбираем пункт восстановить либо выносим его из корзины как я уже показывал ранее а теперь предположим что нам нужно все очистить нам это эти все файлы не нужны мы в этом убедились и проверили их по названию и очистили корзину нам предложим выбираем пункт да если мы уверены и очищаем все опять таки делается левой кнопкой мыши вот мы изучили копирование и пи и также удаление файлов также их можно переносить выбираем пункт вырезать этот перенос файла без копирования выбираем сюда и контур вставить вот мы его вставили это та же самая клавиатура если нам например нужно его скопировать отсюда быстро мы вот выберем выбрали и вот мой есть функция копировать нажали вышли из папки и скопировали на рабочий стол контур в а видимо тут надо именно выбрать какое место так он не работает надо обязательно папку указать куда копировать например на рабочий стол вот он сразу появился тоже довольно удобно либо мы выбираем этот файл нажимаем контур c и контур закрываем окно и контур в заменить файл в папке назначения потому что у нас одинаковые названию файлов либо пропустить этот файл если вы не решили что у вас будут повторяться файлы и вам это нужно то вы пишите например сравнить файлы что убедиться что они они одинаковые или если они одинаковые то один сохранить например файл из наборе пропустить если они одинаковые то можно заменить файл в папке назначения так чтобы остался только один файл и чтоб копии не было можно создавать копии сколько вам нужно вот копировать мы выбрали контур в контур в контур в и у нас уже несколько файлов копии чтоб переносить их напоминаю зажимаем левую кнопку мыши и долго держим и когда нужно отпускаем и вот он перенес все очень просто достаточно несколько раз так поделать я думаю вы запомните если нет то еще раз посмотрите это видео и вспомните также чтобы работать с файлами нам нужно не только уметь их удалять и переносить также можно открыть тут и посмотреть что тут есть огромное количество других свойств вот этого скорее всего у вас изначально всего не будет вот этой части это антивирус проверка с файлов можно ее выбрать чтоб проверить файл когда вас установите антивирус по моему все антивирусы предлагают проверить файл нормальные полноценные также есть не архиватор для того чтобы разархивировать файл это zip архивы они меньше немного весят их быстрее перекидывать поэтому были придуманы и такие архивы но windows работает с архивами 10 изначально но иногда все таки есть какие-то архивы с которыми windows плохо работает и приходится качать стороннюю программу например рар для распаковки архивов также давайте разберемся с тем как работает компьютер может и если вы только начали изучать компьютер то я думаю надо немножко это пояснить вот смотрите вот тут у нас вставлена флешка это диск е а диск c это всегда основной диск который встроен в ваш компьютер ваш ноутбук ваш пк ваш любое другое устройство моноблок например или планшет если например на андроиде убирать планшета там тоже есть диск c но он просто немножко по-другому называется он встроен конечно он возможно другой ну давайте посмотрим что это за диск выбираем свойства зажимаем смотрите сначала правой кнопкой мыши а потом уже левый левая у нас все открывает правая показывает дополнительную информацию и дополнительные действия вот мы видим сколько занято и сколько свободно вы можете сохранить на жестком диске или на другом диске столько информации сколько тут указано если вы будете сюда переносить файл который весит больше чем осталось место на диске то он выдаст ошибку и напишешь вам что нету места и вам придется освобождать место так как память на компьютере не бесконечна и придется периодически ее подчищать для того чтобы это сделать можно использовать системную утилиту очистка диска которые прямо тут встроена нажимаем и ждем когда все отсканируется и потом выбираем пункт окей все это делается опять таки левой кнопкой мыши всегда соглашаемся левой кнопкой мыши и вот он очищает файл так а теперь нам наверное осталось что-нибудь интересное еще вам показать что нужно знать об работе windows также можно еще узнать что же у вас операционная система стоит точно ли это windows windows и какой у вас именно windows потому что может быть это как вам пригодится когда вы качаете например приложение из браузера нажимаем опять таки правой кнопкой мыши выбираем свойства и вот теперь мы видим что у нас установлено windows 10 также мы узнаем что у нас установлена windows 10 домашние для одного языка для одного языка это очень хорошо потому что если вы используете только русский язык то вам другие языки не нужны и эти языки не хранятся на вашем русском диске у которого количество памяти ограничено также мы узнаем что это операционная система от microsoft и также мы узнаем тут характеристики вашего компьютера основные это как у вас процессор стоит вот процессор написано также мы узнаем что у нас сколько тут стоит оперативной памяти если оперативной памяти слишком будет мало меньше 4 гигабайт то windows 10 вообще нет смысла использовать на этом компьютере так как windows 10 по минимальным требованиям вот как раз то что тут у меня и стоит я считаю что если будет меньше в windows 10 windows 10 просто будет идти очень медленно и очень плохо поэтому хотя бы как минимум даже должны быть такие характеристики у вашего компьютера на вот эти цифры 7 1 можете особо не обращать внимание главное вот эта цифра и 3 также есть другие процессоры на базе арм процессоры также есть еще другие да и они бываю могут быть немножко другие по частотам и тут может быть другие циферки стоять но в любом случае какой-то у вас процессор обязательно тут будет выписан вы можете вот тоже тут почему-то нет такой функции скопировать вот эту вот строчку процессора как у вас тут стоит чтобы потом вы могли вбить в браузере и узнать подробнее о своем процессоре насколько он там мощный по сравнению с другими и так далее вот почему-то microsoft решили что эта функция никому не нужна поэтому придется вбивать все вручную если вы захотите узнать подробнее о своем процессоре либо о том какая у вас там архитектура у этого процессора и так далее что тоже может быть нужно при когда вы качаете какие-то программы чтобы убедиться что ваш процессор точно потянет там не указан не указаны все типы процессоров которые программа поддерживает подробно так и также мы видим что у нас 64 битная операционная система она устанавливается только на 4 гига оперативной памяти как минимум потому что 64 битная операционная система поддерживает ум до 100 с лишним гигабайт оперативной памяти так что чем оперативной памяти больше тем лучше 4 гигабайта это просто минимум для windows 10 процессор а и 3 это тоже на мой взгляд минимальные требования для того чтобы windows 10 хорошо работал на вашем компьютере так и в общем то все системы еще тут есть такой пункт управления компьютером тут у нас классические настройки windows вот достаточно их много есть например программы тут можно удалять программы также программы можно удалить таким способом просто выбираем нужную программу вот в этом списке нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт удалить сразу программа не удаляется она нам бы вытаскивают вот это вот окно где мы можем ее выбрать и уже действительно удалить также этот пункт открывается вот тут вот он программа следует периодически удалять потому что если у вас будет слишком много ненужных программ они будут тоже тормозить ваш компьютер или просто занимать место на жестком диске а место на жестком диске ограничено и лучше его использовать максимально на этом я заканчиваю свой обзор краткий посмотрите мои другие видео ссылках под этим видео вы найдете более подробную информацию и нужный плейлист где вы сможете подробно изучить как работать с windows 10 до скорых встреч в следующих видео